На территории Брянской области проходят 43 кампании. Основная кампания это по выборам губернатора Брянской области. Также еще 42 кампании проходят. Это дополнительные выборы депутатов муниципальных образований. Зарегистрировано и включено в бюллетене по выборам губернатора 5 кандидатов. По муниципальным выборам включено в бюллетене 98 кандидатов. Мандатов замещается 43. Выборы будут проходить в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии 3 дня. Досрочное голосование будет 11 и 12 сентября. 13 сентября это основной день голосования. Участковые избирательные комиссии откроют двери для избирателей в 8 утра и участки будут закрываться в 8 вечера. Избиратели, которые по уважительной причине не смогут прийти на избирательные участки, смогут до 13 сентября до 2 часов дня подать в участковую избирательную комиссию заявление, в свою участковую комиссию о том, что они желают, чтобы участковая комиссия к ним приехала на дом, и они смогли отдать свой голос за кандидата именно на дом. Новшество на этих выборах у нас это цифровые избирательные участки, которые располагаются в Москве. Избирательных участков 30 избирателей, именно жители Брянской области, которые зарегистрированы в Брянской области, смогут проголосовать за кандидата по выборам губернатора в Москве 13 сентября. Участки на территории Брянской области у нас 1088, на 88 участках будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, то есть КАИП-2017. Очень удобно вести подсчет голосов через КАИП, для членов участковых комиссий подсчет происходит быстро. Также на избирательных участках будут вестись видеосъемки, за ходом голосования будут находиться на избирательных участках наблюдатели. Наблюдатели от политических партий, наблюдатели от кандидатов, от общественной палаты также будут находиться и следить за ходом голосования средства массовой информации, аккредитованные избирательной комиссией Брянской области. То есть за ходом голосования можно следить, все открыто, гласно. Голосование на избирательных участках безопасно, это самое главное для комиссии, здоровье, здоровье избирателей и, конечно же, членов участковых комиссий. В основном, где не будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, участки будут располагаться во дворе избирательной комиссии, будут, конечно же, средства индивидуальной защиты, это и маски, и одноразовые ручки, антисептики, и разовые перчатки. Также для всех избирателей, которые придут на выборы, ждут сувениры. Голосование безопасное, еще раз повторюсь, также будет, как и на общероссийском голосовании, предъявлять паспорт избирателю не нужно в руки членов участковых комиссий, и просто визуально предоставить на осмотр паспорт, после чего одноразовой ручкой он сможет в списке поставить подпись.